Небольшое предисловие. Это видео должно было выйти три месяца назад, но YouTube слегка заблокировал видео во всех странах. Неожиданно Netflix показали нам тизер нового сезона, а в такой момент медлить нельзя. Сейчас расскажу, что будет в четвертом сезоне Наркос и почему Педро Паскаль не поедет в Мексику. В первой версии видоса я рассказывал две минуты о третьем сезоне, каким он вышел и что мне в нем понравилось. И нет. Скажу быстренько. Третий сезон получился на ура. За картелем Кали было так же интересно смотреть, как и за Пабло в первых двух сезонах. Короче говоря, третий сезон не снизил планку и получился не хуже старых сезонов. Но что же нас ждет в четвертом сезоне? Начнем с того, что основные события будут происходить в Мексике, на что нам намекала концовка третьего сезона. Начнем с того, что шоураннер Эрик Ньюман в интервью сказал, что агент Пенни не вернется в четвертом сезоне. И также надо отметить, что агент Пенни не работал над делом картеля Кали. А значит, этот персонаж в третьем сезоне уже был полностью придуманным. Поэтому не стоит ждать агента Пенни в четвертом сезоне. Но произойти может все, что угодно. От камео до нереального поворота. Теперь разберем тизер четвертого сезона. Мы слышим тему Наркос в мексиканском стиле. Возможно, теперь она будет стоять на интро и будет основной темой ребута Наркос. Самое главное в этом тизере это то, что мы узнали актеров на главной роли в четвертом сезоне. Майкл Пенни. Вы могли его видеть в таких фильмах, как Человек-муравей и Патруль. А также Диего Луна. Его можно было наблюдать в таких фильмах, как Изгой 1. Звездные войны истории и Твою маму тоже. Пока нету никакой информации про актеров и их персонажей. Netflix не хочет раскрывать свои карты и не рассказывает о четвертом сезоне. Но я склоняюсь к тому, что они будут играть агентов УБН в мексиканском отделе. В первой версии видоса я предполагал, что в четвертом сезоне появятся агенты УБН из третьего сезона. Крис и Дэниел. Я до сих пор думаю, что они могут вернуться и сыграть ключевую роль в сериале. Теперь посмотрим запись в твиттере от представителей Netflix. Гвадаллахара. Это не только родина Мариачи и Текилы, но и место действия следующего сезона Наркос. А сейчас посмотрим на карту. Смотрим на расположение Гвадаллахары. А теперь на расположение одного из крупных картелей Мексики. Надо сказать, что Синалоо – самый крупный наркокартель Мексики. На долю картеля приходится 25% всего наркотрафика из Мексики в США. Наркокартель Синалоо с 1990 года по 2008 год импортировал в Соединенные Штаты почти 200 тонн кокаина и большое количество героина. По моему мнению, это самый лучший вариант для экранизации в четвертом сезоне Наркос, так как события с четвертого сезона будут проходить в городе Гвадаллахара. Если Netflix и правда возьмут за основу картель Синалоо, то сериал может продлиться на 3 или 4 сезона, если не больше. А в будущем мы увидим события нарковойны в Мексике, но это уже будет в пятом или шестом сезоне. Также интересный факт, что в фильме «Патруль» у полицейских в заглавных ролях начинаются проблемы, когда они переходят дорогу к картелю Синалоо. Одну из главных ролей там играет актер Майкл Пенни. Так что мы сможем увидеть еще одно его противостояние против картеля Синалоо. Или наоборот. В итоге, что мы имеем? Педро Паскаля, скорее всего, не будет в четвертом сезоне. Второе. Все основные события будут происходить в Мексике, в городе Гвадаллахара. Третье. В главных ролях будут играть Майкл Пенни и Диего Луна. Четвертое. Также возможно возвращение агентов АБМ из третьего сезона. Криса и Дэниела. И самое главное. Сериал может продлиться на 3-4 сезона, а может быть и больше. В которых мы сможем увидеть события нарковойны в Мексике. На такой ноте я закончу. Когда выйдет первый трейлер, я может сделаю еще один обзор. Даже можно сказать разбор трейлера. Чтобы понять, что вообще будет с сериалом в будущем. А то пока плохо понятно, что будет в новом сезоне. Так как Netflix не дает никакой информации насчет нового сезона. И все, что я тут рассказал, окажется не тем, чем будет. А главным картелем окажется какой-нибудь другой картель. Но не будем загадывать. Ждем четвертый сезон. А вы обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте и на канал. Желаю вам удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok